В эфире новости Ленинского городского округа. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский провел оперативное совещание. Заключен договор на ремонт дороги на Калиновку и двух развязок внутри города. Губернаторский проект «Активное долголетие» вновь начал работу на территории округа. Делайте, делайте, делайте. Будете, будете, будете в порядке. В городе Видное состоялось необычное мероприятие под названием «Цветы и шахматы». Смотрится, конечно, очень красиво, потому что цветы все украшают. Ежемесячное расширенное оперативное совещание с руководителями муниципальных служб и предприятий провел сегодня глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Подробности в нашем следующем сюжете. На встрече подвели итоги работы за июль и наметили планы на ближайшее время. Но прежде всего собравшиеся обсудили наиболее актуальную тему последних месяцев – ситуацию с коронавирусом. Цифры статистики говорят о том, что ковид постепенно отступает. В целом за минувший месяц наш округ продемонстрировал отличные показатели во всех ключевых отраслях. Глава муниципалитета Алексей Спасский рассказал о старте крупных дорожных проектов. Заключен договор на ремонт дороги на Калиновку и двух развязок внутри города. Я считаю, что как только там начнутся работы, тогда нужно организовать выезд. Лето – активная пора и для комплексного благоустройства. Список адресов, где проводятся такие работы, внушительный. Закончено трудоу на ПЛК, также закончено комплексное благоустройство по адресу ПЛК 3.7, банчатые работы по комплексному благоустройству на Завоскове 24. Кроме того, на этой неделе разыгрывается тендер по ямочному ремонту и нанесению разметки. Как только станет известен подрядчик, работы начнутся незамедлительно. Далее с докладами выступили руководители территориальных отделов. И практически все они обратили внимание на одну и ту же проблему. Огорчали нас вывоз мусора КГМ. Боролись уже всю неделю. До конца недели год где выписали. Но тем не менее, конечно, очень неприятно, когда жители нас уже задеграли, потому что и КГМ, и в многих квартирных домах у нас не вывозятся. Представитель мусоровывозящей компании заверил, что для скорейшей ликвидации завалов с крупногабаритными отходами увеличат число вывозов и задействует большее количество техники. Отчитаться о выполненной работе региональному оператору предстоит уже на следующем оперативном совещании. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Самое низкое количество зараженных коронавирусной инфекцией зафиксировано в Ленинском городском округе на прошлой неделе. По данным пресс-службы ВРКБ, число больных COVID-19 в муниципалитете увеличилось всего на 15 человек. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии по состоянию на 3 августа составило 2340 человек. В стационар инфекционного корпуса ВРКБ за прошедшую неделю поступило 105 человек. Из них 22 жителя нашего муниципалитета. В настоящее время лечение амбулаторно проходит 335 больных COVID-19. В больнице под наблюдением врачей остается 183 пациента со всего Подмосковья. Из них 36 жителей Ленинского городского округа. Медики делают все необходимое, чтобы пациенты как можно быстрее пошли на поправку. С первого дня я почувствовала хорошее отношение к себе. Ни грубости, ничего. Девочки подошли, послушали, померили КТГ, сделали анализы. У доктора все внимательны. И ночью подходят, и днем подходят. Я вообще довольна. Мне очень нравится. И питание. У меня была температура в 39,5. Кроме в первый же день мне ее снизили до 36,6. Лечили интенсивно меня. Вот какой день уже. 23 числа. Скоро будет неделя. Я уже фактически здоров полностью. Большое вам человеческое спасибо. За прошедшую неделю выздоровели почти 2000 человек. Кроме того, на 634 человека уменьшилось количество контактных, находившихся под наблюдением медиков. На коронавирусную инфекцию было обследовано 774 жителя нашего округа. Несмотря на положительную динамику, медики по-прежнему просят соблюдать все меры предосторожности в условиях пандемии. Это станет лучшей помощью тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Уже больше года на территории Ленинского городского округа реализуется губернаторский проект «Активное долголетие». Но с 16 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекцией его реализация была приостановлена. Теперь по прошествии более чем четырех месяцев он снова начал работу. Пока только в Видновском центре социального обслуживания «Вера». Дорогие наши гости, сегодня мы открываем наш центр «Вера» для вас после долгого перерыва. Обязательная проверка температуры на входе, санитайзеры, маски, соблюдение социальной дистанции. Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка стабилизировалась, проект «Активное долголетие» запускается с определенными ограничениями. У нас есть возможность принимать людей только на открытых площадках, на свежем воздухе. Поэтому и до 10 августа мы можем принимать в свои ряды только людей моложе 65 лет. Поэтому сейчас, в настоящее время, мы говорим о том, что мы открыли сейчас где-то около до 500 человек эти занятия. Дальше мы доведем эту цифру до 2000. Вновь начать программу «Активное долголетие», в ходе которой пожилые люди занимаются спортом, творчеством, путешествуют и посещают экскурсии, решили весело. С разнообразными конкурсами, песнями и танцами. А начали с зарядки. Делайте, делайте, делайте зарядку. Будете, будете, будете в порядке. Любовь Семеновна Оставьева увлекается декорированием посуды. В период самоизоляции ей пришлось заниматься этим в одиночестве. Теперь появилась возможность поделиться своими умениями с другими участниками проекта «Активное долголетие». Это будет декоративная бутылка, которую всегда можно подарить в подарок. А что за техника? Пин-парт. Самое популярное направление в проекте «Активное долголетие» – занятие скандинавской ходьбой. Для участников эти мероприятия не только способ активно проводить время, но и повод для общения. И вот его многим сильно не хватало. Безумно грустно было, потому что занятие – это смысл жизни. Это вот просыпаешься, уже думаешь, о, на палку вперед влез. Вот, то есть нас ждали с нетерпением открытия. Если эпидемиологическая обстановка будет оставаться стабильной, то планируется, что с 15 августа занятия можно будет проводить и в помещениях. Максим Козлов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Сегодня вы увидите 15-й юбилейный выход в эфир проекта «Стихи живут», созданного сотрудниками районного историко-культурного центра совместно с телеканалом «Видное ТВ». Стихотворение Ивана Бунина «Детство» читали работники Центрального парка отдыха. Насколько им удалось передать настроение произведения, узнаем прямо сейчас. Больше года назад у сотрудников историко-культурного центра и телеканала «Видное ТВ» появилась идея совместного проекта, чтобы приобщить жителей Ленинского городского округа к литературе. Назвали его «Стихи живут». Раз в месяц начали выезжать на различные предприятия, в трудовые коллективы, где предлагали работникам прочитать тот или иной стих русских классиков. Мы очень благодарны всем предприятиям, которые уже приняли участие. Сегодня у нас принимает парк отдыха, участие в этом проекте, тоже им огромное спасибо. И приглашаем всех желающих принять участие в дальнейших наших проектах. В августе проект «Стихи живут» прошел в 15-й раз. Юбилейный выпуск провели в Центральном парке отдыха города «Видное». Это на самом деле проект, который приобщает к русской культуре, и это правда очень интересно. Сотрудники парка читали стихотворение Ивана Бунина «Детство». Организаторы уверены, это произведение идеально вписывается в жизнь россиян, дает возможность окунуться в воспоминания о безмятежном времени. Детство всех нас роднит и всех нас сближает. И вот это ощущение теплой сосновой коры, оно живет во мне на тактильном уровне. И каждый человек это пережил, и у каждого это в памяти живет. И когда звучат вот эти строки поэтические, я уверена, все, кто их услышит, не останутся равнодушными. Чем жарче день, тем сладостней в бару дышать сухим смолистым ароматом. И весело мне было поутру бродить по этим солнечным палатам. Повсюду блеск, повсюду яркий свет, песок как шелк. Прильну к сосне корявый и чувствую мне только 10 лет. А ствол гигант, тяжелый, величавый. Кора груба, морщиниста красна, но как тепла, так солнцем вся прогрета. И кажется, что пахнет не сосна, а зной и сухость солнечного лета. Чтицы признаются, было непросто. Долго готовились и нервничали, ведь старались, чтобы все прошло идеально. Но переживания были напрасны. Сотрудники парка с задачей справились на отлично. Стихотворение записали с первого дубля. Это стихотворение, которое я учил еще в начальной школе. Соответственно, было приятно его вспомнить и еще раз рассказать. Все как в школе, тебя кто-то со стороны оценивает. Надо постараться рассказать без запинок и с первого раза. В следующий раз приобщиться к русской классической литературе жители Ленинского городского округа смогут в сентябре. Информацию, где состоится очередной проект «Стихи живут», организаторы пока не раскрывают. Втайне держатся и произведения, которые будут читать участники проекта. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В городе Видное состоялось необычное мероприятие под названием «Цветы и шахматы». Организаторы соединили шахматный турнир и мастер-класс по изготовлению букетов. На соревнованиях побывала наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Шахматы и цветы. Казалось бы, что может быть между ними общего? Однако опытному флористу и руководителю шахматной студии удалось их гармонично совместить. Шахматные баталии на открытом воздухе в окружении цветочных композиций развернулись теплым пятничным вечером на советском проезде в городе Видное. Идея организовать такой необычный турнир пришла руководителю детской шахматной школы Алене Соколиковой. Поддержал ее креативный директор студии букетов Владимир Петров. Сегодняшнее мероприятие мы задумали как мероприятие досуг для детей, для наших. Решили совместить цветы и шахматы. Мне интересно, что дети, которые поиграют в шахматы, какие у них мысли и какое мировоззрение у них изменяется при составлении букетов, при соприкосновении с цветами. В соревнованиях приняли участие 8 начинающих шахматистов в возрасте от 7 до 12 лет. Турнир проводился по олимпийской системе, при которой участник, потерпевший поражение, выбывал из соревнования. В случае ничьи встреча переигрывалась. Ученики все знакомые и подготовлены на 100%. Как такового отбора не было, запись была по желанию. И все пришли сильнейшие поучаствовать в так называемом мозговом штурме. Для 10-летнего Германа это уже не первое соревнование. Мальчик занимается шахматами около двух лет. Мой самый запоминающийся турнир был в Тимоховском парке зимой. Я получила награду. Дали ей грамоту. Поддержать Германа пришла его бабушка Лидия. Билл изъявил такое желание и предложил, что будь заниматься шахматами. И я помогаю ему, как бабушка, ходим на все занятия, стараемся. Во время мероприятия у ребят была возможность принять участие в мастер-классе по изготовлению бутоньерок. Розы, булавки для броши, атласные ленты – главные составляющие миниатюрной цветочной композиции, которая крепится к одежде. Участникам шахматного турнира раскрыли секреты изготовления и рассказали историю происхождения аксессуара. Цвету платья можно сделать букет невесты и в этой же тональности сделать бутоньерку. Смотрится, конечно, очень красиво, потому что цветы все украшают. Но самое главное, что ты сделал это своими руками. Допустим, их куда-нибудь поставят, в вазу, и ты смотришь на них, и тебе приятно. Тем временем в соревнованиях уже определились лидеры. Мите Исаеву в этот раз немного не повезло. Он уступил сопернику. Я убрал ферзя, который был на А1. Я убрал ферзя, и поэтому мой соперник сделал другую ферзя и поставил мне мат. Нужно было оставить ферзя на месте. А победителем шахматного турнира стал Георгий Аванесов. Георгию вручили главный приз соревнований – сертификат на бесплатный двухчасовой мастер-класс по флористике в школе букетов. Мы хотели шахматами, чтобы занимался ребенок. И так получилось, что студия была рядом. Мы увидели и решили отдать его на пробное занятие. И после пробного занятия он загорелся и начал ходить. Шахматы отлично развивают логику, усидчивость, внимание и концентрацию. А также повышают ответственность. И если сделал ход, то уже не можешь переиграть. Каждый находит в них что-то свое. Красивые партии, комбинации восхищают порой не меньше, чем хорошее музыкальное произведение или талантливая игра актера. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok